Третий акт бессмертной трагедии Шекспира написан мной во время планового отключения горячей воды со всеми вытекающими, то есть не вытекающими, последствиями. Привет вам, Гильденстерн и Розенкранц, сантехника и вы мне вызывали, как ненавистный отчим Грозенкранц, у нами в неустроивший в подвале, там склизкий брызг и капель перестук, и водопад горохочет, как датчанка, сантехник просит шведок пару штук, а у меня одна и та датчанка. Он взмок, продруга выбился из сил, убивая в течь засаленную ватку, болгарку для чего-то попросил, а почему не сербку, не хорватку, как жить мне без воды и без тепла, быть или не быть холодной грязной свинкой, сантехник сволочь требует бабла, грозит прийти ко мне с какой-то финкой. Я превращаюсь в знатного гребца, по коридору ковшиком добавил, а ночью у меня явилась тень отца, и тень сказал, иди ты, гамлет, в баню. Мыть или не мыть мне ноги перед сном, столить на речку вечером с кастрюлей, как будто бы за пивом в гастроном или проснуть отъявленным грязной. Дашкандабаю к речке как-нибудь, но вдруг там барракуда ими ноги, а может умереть, потом уснуть и захрапеть, а после вымыть ноги. Мыть или не мыть, вот в чем, в какой бадье, в кастрюле из-под первого, второго, Афелия сидит в одном вестье, зачем ей два, она же не корова. Она от рада дней и ночей, и утр, кайдишет взной, камин во время стужи, я ей пишу, пока она без пудр, румян берил теней помадки и туши. Талантливее, чем Пушкина, не керн, таинственнее, чем аббревиатура, привет вам, Розенкранц и Гильденстерн. Она поймет, она почти не дура. Я написал так Лермонтов, так Блок, издая себе стоимость шедевра, я этот гениальный монолог бродячей труппе сдал за 30 евро. Не трендный текст, не жалкий суррогат, закралась мысль, что я не бедный, Юрик, приобретен точильный агрегат, острее бритвы новый мой топорик. Пусть слава ищет прим бродячих трупп, мне ближе слава зеков и лесорубов, я тороплюсь, мне нужно сделать трупп, я так давно и делал этих трупп. Ты помнишь, мама, как я топором в душе и крыс разделывал задачей, я прекрасно справился с задачей, ну, думал, это крыса за ковром, а оказалось при хвосте крысячей. За временем отныне Родион, жестокий укротитель в мясорубке, я в Лондон еду, там есть стадион, где я смогу раскаяться поступки. Суди мне пару сотен на аванс, отдай Кильденстерну с Розенкранцем, вот Финка ждет с сантехником засранцем, записка, вот, купите муфту с фланцем. Спасибо, Кильденстерн, Розенкранцем. Я еще закончу, что вот эта моя мысль, что вот такого поэта, как Чечельницкий, ну, легче писать по заданию, что ли. Он дает себе задание, ну, мой кошке тоже давал социальные себе задания, ну, вот, я не справлюсь. Просто, я говорю, что он просто обрел себя, мне кажется, в этих штуках, но, вы знаете, по-моему, кто-то в Пентеллиан говорил, что легче у тебя даже выписал. Легче сделать больше, чем тоже, понимаете? И вот, получается, мы вообще в стихах как бы переписываем какие-то вещи, ну, которые мы услышали, да, но мы делаем немножко больше, немножко больше. Еще кто-то говорил из великих, что нынче легче, ну, оперу имел в виду, нынче легче петь, спеть, то, что не говорят, легче спеть, понимаете? И мы, как бы, в стихах поем то, чего нельзя, понимаете, вот, вот эта некоторая запретность этого, раньше она была запрета этой такой, да, вещью. То есть, понимаете, если это все перекинуть еще и на более острые темы, это возможно. И московская школа это делает. Но здесь, в Петербургской, она делает вот на искусстве, понимаете? И это не просто постмодернизм, а действительно какое-то новое, мне кажется, слово в продолжение вот той традиции, которую Лейкин назвал. Вот, а Боря, по-моему, к Лейкину очень хорошо, то есть, вот. Я к нему отношусь. То есть, вообще к нему, да, то есть, а вот Ольге, мне тем было интересно, чтобы как они, ну, вот, соединять. Хотя, у Ольги мне, вот, что ни откроешь, мне там нравится, вот так что. Так что, в следующий раз, 11-го числа, здесь будет избранная за вот этот сезон, поэтому вы участвуете. Будет участвуете. 11-й из-за. Ну, тогда я не гарантирую, что напишу, что напишу. Рада, рада приглашаю. Я тогда не гарантирую, что напишу. А я просто исполню. А вы идите и прочитаете, как я сказал. И выиграете второе место. На первое место. Вот, так что приглашаю 11-го. Всего хорошего. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...